Герой нашей постоянной рубрики «Гость программы» не считает себя динозавром, скорее всего, друганом. Что это значит, узнала моя коллега Юлия Сурова. Эксклюзивное интервью нашему каналу дал знаменитый актер Леонид Ермольник. В этом году он снова посетил «Дух огня». Последний раз в Хантамансийск он приезжал еще в нулевых, когда кинофорум только разворачивался. Разговор получился по душам, говорили о возрасте, несмешном юморе и даже коронавирусе. Кстати, когда Леонид Ермольник прилетел в Хантамансийск из Москвы, у него в самолете тоже тепловизором проверили температуру. Здравствуйте, Леонид Исакович. Вы знаете, это одна из самых желанных для меня встреч, потому что вас я знаю, люблю с детства, но не буду слишком тут елей наливать. Вы должны сейчас сказать, я выросла на ваших фильмах. Не буду. Я сразу по моему разницу в возрасте. Не буду, не буду, но для меня вы один из знаковых киноперсонажей, актеров, артистов, вообще очень интересных, умных и, главное, веселых людей моего времени, буду говорить про него, и вообще современности. Но не об этом сейчас. Давайте поговорим о «Духе огня». Вы знаете, о чем я думала тут накануне? На баннере кинофестиваля нарисованы руки, руки, которые держат огонь. Это лейтмотив фильма «Ностальгия», когда Янковский несет свечу в руках. А перед концертным театральным центром, где проходят ключевые мероприятия кинофестиваля, стоит памятник Александру Абдулову. Это ваши друзья. С ними прошла ваша молодость, ваша зрелость. Вот сейчас, когда их уже нет, но дело, в котором они приняли участие, этот проект, этот кинофорум продолжает жить, с каким настроением вы сюда приезжаете? Что вы чувствуете? Ну, поскольку вы вспомнили моих друзей, то, прежде всего, у меня невероятная тоска и ощущение одиночества от того, что нет моих друзей. Потому что «Дух огня» он как раз и был и в Саше, и в Олеге. Но в жизни свои законы, только одному Богу известно, да, что с нами будет завтра в прямом и переносном смысле. Поэтому я к этому фестивалю отношусь как к событию, как к традиции, которая была изобретена моими друзьями. Ну, и я частично. Вот, и у фестиваля давние традиции. Фестиваль живет много лет, и он особый фестиваль, потому что главное на этом фестивале – это найти новых, талантливых, молодых кинематографистов. Это сегодня большой вопрос, потому что очень часто, даже не то, что старшее поколение, я все-таки себя по инерции считаю еще средним поколением, хотя уже, наверное, перевалил немножко. Даже у меня уже, у нашего поколения есть разночтение с молодежью, и мы все время пытаемся понять, хотим их понять, хотим понять, для чего они занимаются кинематографом, зачем они снимают кино. И порой бывает непросто это сделать, потому что у нас у всех своя, знаете, вот проблема отцов и детей возникающих. Нас больше волновало что-то другое в кинематографе, у них фильмы сегодня. Сегодня нет никаких запретов, и мы за это очень много лет боролись, и многого достигли. Но отсутствие каких-то ограничений не всегда молодежь использует так, как мне, во всяком случае, это не то, что даже нравится. Мне иногда непонятно, потому что у меня есть ощущение общее, если мы говорим о фестивале и об этом 2020 годе, то в нашем кино, но в том, в котором снимался я, фильмы, на которых вырос я, и почему я хотел быть артистом, и почему я хотел подражать Янковским, Ульяновым, Яковлевым, Гриценко, потому что всегда в кино было очень много добра, очень много света, и очень много того, что провоцировало человека на жизнь. Сегодня у молодежи чаще всего фильмы проблемные. Почему-то они думают, что сегодня быть кинематографистом, режиссером, это быть таким чистильщиком. Знаете, я не очень это приветствую, потому что для меня всегда и кино, и хорошая книга, и хороший спектакль, это провокация на ту энергетику, которую я получаю для того, чтобы радоваться жизни. Вот у них есть тенденция немножко такая обличающая. Я знаю, что на кинофестиваль вы приехали не просто в качестве гостя и члена жюри, вы привезли сюда кино, в котором снимались. Это фильм «Одесса». Не только снимался, я и продюсер этой картины. Ну, у меня вопрос вот о чем. Если в двух словах, буквально совсем кратко, без спойлеров, фильм говорит и рассказывает о семье, которая попала в такую очень непростую ситуацию, оказалась в городе, закрытым на карантин из-за холеры. Фильм снятый в ретро-стиле, но жутко современный сейчас. В этих условиях коронавируса, когда все говорят о болезнях, страхах заразиться, все настолько намешано. Вот если порассуждать, как поколение, может быть, прошлого относилось к таким бедам? Мы только что с вами говорили о том, что вот этот вопрос отцов и детей, это картина о наших родителях, о родителях моего поколения. И это не отдельно взятая семья. Таких семей было очень много и в разных городах. И честно могу вам сказать, что проблема вот этого 70-го года и холеры в Одессе, в этом кино это не про болезнь и не про эпидемию, а просто про ситуацию, в которой проявляются человеческие качества и отношения. Просто у меня вопрос, он больше касался человеческого отношения к сложной ситуации, как люди себя проявляют, вот в принципе ситуации похожие. Вы знаете, я думаю, что в России, в России, чем мы отличаемся вообще? Мы как-то себя никак не проявляем, нам, по-моему, пофигу. Еще полстакана и все нормально. Вы человек с безупречным чувством юмора. Лично для меня одна из ваших главных ролей – это член жюри одного известного, большого юмористического проекта, на три буквы, так скажем. На три буквы – это хорошая шутка. Вот, но вы покинули этот проект, я знаю почему, вы об этом говорили в своих интервью. Вы говорили о том, что очень мало стало действительно смешных шуток. И знаете, просто я к вам присоединяюсь абсолютно, я тоже перестала этот проект смотреть. Для меня это своего рода трагедия, потому что я это делала с шестилетнего возраста. Почему не смешно? Я сейчас говорю в принципе, в целом, не о конкретном проекте. Почему стало не смешно? Почему люди в шутках каких-то опускаются до такого примитивного юмора? Ну, потому что, несмотря на то, о чем мы уже говорили, что мы боролись за свободу слова, за то, что можно было все, что хочешь делать, чтобы тебе ничего не запрещали, я думаю, что мы все равно живем в такое время, которое все равно напичканное идеологией, и тем, что можно, что нельзя, что принято, что не принято. Я не знаю, хорошо это или плохо, потому что, когда разрешаешь все, то тоже идет такой наворот того, чего вводит нас в негативное состояние и в депрессуху такую. И опять-таки вопрос нового языка, который изобретает молодежь, ну, я отчасти понимаю, но я не всегда врубаюсь в те шутки. Вот им смешно, а мне не очень. Я что-то понимаю, что-то не понимаю. Я думаю, что хороший юмор и вообще чувство юмора и способность шутить, шутишь ты тогда хорошо, когда тебя понимают все. А если это только для определенного круга, на определенном сленге, это что-то специальное, однодневное. Иногда шутят так, что ты оглядываешься и сможешь, нет ли рядом с тобой еще кого-то, потому что неудобно эти шутки слушать при ком-то. Говоря о новом поколении, ваши внуки, которые в душе не чаят, вот вы для них себя как ощущаете динозавром или человек, который все-таки живет в ногу со временем? У вас есть свой, не знаю, Инстаграм, вы там регулярно показываете свои... Ну, не сильно, у меня на это не всегда хватает времени. Со всеми этими новыми примочками, гаджетами вы на короткой ноге или все-таки вас внуки учат? Нет, внуки учат, у них это получается лучше. Ну как, Петя ему шестой год, он уже как бы лучше меня все это умеет. И дед, ну правда, спрашивает, потому что знает, что там не то нажмешь. Вот, у деда пенсия уменьшится, вот, деньги уйдут, а Пашке ему третий год. Он тоже уже спокойно может листать фотографии, что-то... Это фантастическая вещь, это, конечно, этим и отличается, скажем, сегодняшнее время от вчерашнего. Нет, я на «ты», я пользуюсь интернетом, и всем-всем-всем я пользуюсь, и пишу, и смотрю, и отправляю, и заказываю, и так далее, и так далее. Это очень удобно. Это штука гениальная, потому что она экономит массу времени, которую мы не имели возможности экономить, когда мы были помоложе. А внуки для меня все, я для них не динозавр абсолютно, я для них друган. Друган, потому что я под них подстраиваюсь, не они под меня, а я под них. Я как бы проживаю еще одну жизнь, потому что благодаря моим внукам я понимаю, что я очень многого в жизни не заметил. Я был увлечен чем-то другим и не видел очень многого. Я не замечал солнца, я не замечал весну. Всегда очень много работал, выскочил из дома, во что-то оделся, впрыгнул в машину, куда-то поехал, поработал, выпил, заснул. Проснулся, опять поехал. Спасибо вам за это очень откровенно, очень теплое интервью. Спасибо вам.